вы смотрите урок по джумал 4 меня зовут федор васильев тема урока разбор настроек шаблона к сел пиво встроенного шаблона в джумал то есть вот его внешний вид давайте посмотрим система стиле сайта зайдем внутрь шаблона настроек здесь немного но давайте их рассмотрим первое у нас стоит отображать ли бренд бренд это логотип вот к сел пиво название шаблона включено если мы отключимся и сохранимся то мы скроем вообще шапку и получим вот такой вот шаблон без шапки далее есть возможность загрузить логотип сейчас мы это рассмотрим смотрите ниже заголовок и описание можно добавить как это выглядит на сайте вот заголовок вот описание эта информация будет отображаться при условии если логотип не загружен если мы загружаем картинку наш логотип тогда описание и заголовок скроются давайте посмотрим до скроется заголовок но описание остается естественно логотип тут как-то нужно подгонять по размеру то есть изначально в каком редакторе его создавали photoshop или еще где потому что в данном случае здесь у наверно крупноватый далее одно из самых наверное важных моментов это шрифты и к сожалению или к счастью у нас всего несколько вариантов по шрифтам это отображение всего текста на сайте заголовки текст такой шрифт и давайте рассмотрим изначально не выбран ничего но шрифт какой-то же должен быть текст без шрифта отображаться не будет у меня есть специальное приложение к браузеру вы можете также найти к любому браузеру приложение которое подсвечивает шрифты любого сайта если я сейчас посмотрю на какой на любой текст своего сайта разделе fonts font family это и есть шрифты здесь идет как бы ну непонятно перечисление вообще шрифтов какой шрифт назначен то есть непонятно здесь мне но какой то есть здесь можно выбрать из того что нам предоставляет шаблон популярный шрифта робота локальный или внешний источник фирс сенс и робота плюс нато сенс и действительно меняется внешний вид то есть буковки тоньше например вот если возьмем только робота буковки стали чуть потоньше то есть вы можете выбрать если вам нравится из представленных шрифтов и вот здесь когда мы шрифт выбрали мы как раз таки видим что действительно назначен робота шрифт весь текст на сайте абсолютно будет меняться вы видите буковки стали чуть потоньше дальше можно выбрать вот этот шрифт какой больше понравится давайте обновимся шрифт изменился это видно именно его стилистика а вот этот вариант шрифта будет совсем буковки тоненькие видите все заголовки все ссылки все стало тоньше сейчас если мы посмотрим то здесь тоже определяется shift мы его видит не хватает возможности загрузки своих шрифтов да у нас с вами здесь есть только два варианта разновидности цветовой гаммы казалось бы да почему разработчикам элементарных вещей здесь не хватающих не добавить то есть выбор загрузки своего шрифта из админки сайта выбор палитры цветов как мы с вами ранее рассмотрели внутренний шаблон jumla где можно реально менять цветовую гамму почему они действовали так разработчики jumla я не знаю то есть какому придерживались они плану какой стратегии ведь смотрите с каких углов на это не посмотреть минимальное количество настроек у шаблона какие имеются плюсы это производительность очень быстрый шаблон хороший шаблон нужен тебе шаблон бесплатные будут шаблоны платный бы шаблоны с просто с кучей настроек и загрузкой шрифта и смена цвета но обратная сторона медали эти шаблоны в любом случае будут тяжелее чем родной шаблон jumla то есть сайт будет медленнее в любом случае даже если он будет медленнее чуть-чуть ненамного он все равно будет медленнее если мы на весы положим производительность возможности шаблона тогда это влияет на скорость минимальное количество опций это влияет на хорошую производительность шаблона то есть скорость если бы даже разработчик внедрил сюда все необходимые опции вообще куча всяких опций представьте возникает такая ситуация что вам нужен простой шаблон с минимальными настройками потому что у вас приоритет скорость вам вот достаточно вот этого всего и вам нужна быстрая скорость шаблона быстро загрузка чистый шаблон без всевозможных опций так вы такой шаблон в готовом виде вы его не найдете потому что какой шаблон не скачать или купить любой бесплатный там платный они все обладают большим арсеналом настроек то есть не найти поэтому пускай будет у jumla я считаю свой родной шаблон с минимальными настройками потому что при большом желании сменить цвет на желаемый или поменять шрифт сюда можно дописать код и внедрить его файлы шаблона да можно элементарно нанять какому программиста или самому разобраться вопросе потому что там не шибко сложный вопрос если только смена цвета или смена шрифта дополнительным добавить от этого не увеличится скорость этого шаблона но зато будет свет тот который вам нужен и так это немножко я отвлекся и теперь по дальше по настройкам цвет шаблона вы смотрите у нас есть такой темный синий и есть еще альтернативный то есть не дали они возможность выбора назначить свой цвет далее а такой бордовый что ли то есть красится все смотрите шапка кнопка и другие элементы сайта про сейчас сайт нас гола не видно а так у нас все эти элементы все кнопки они все бордовые то есть в этом шаблоне у нас будет доступно только два цвета и вот смотрите последний здесь опции меня это прям удивило тип контейнера это резина на весь шаблон развернутый это меня не удивило вот две нижние опции сейчас мы с вами до них дойдем растягивается видите резиновый то есть модули больше стали и во всю ширину браузера растягивается вот последние две опции меня прямо сильно удивили но мы сейчас на этом сайте не сможем просмотреть и в действии потому что нет контента сайт слишком короткий поэтому я перейду на другой свой демо сайт где у меня есть дыма контент здесь возможность прокрутить чтобы увидеть вот эти две последние опции есть возможность липкая шапка и иконка наверх прокрутить смотрите как только прокручу вниз вот здесь появляется иконка и она сразу прокручивает сайт наверх шапка там где нас меню поиск любой другой элемент который вы сюда добавить смотрите при прокрутке фиксируются да это не такая фиксация что при прокрутке через я вас крипт она плавно опускается потом плавно поднимается как вот вы часто видели на сайтах такого эффекта нет но сам факт что она может быть просто вот всегда в таком состоянии залипания мне уже этого достаточно что это есть в родном шаблоне то есть вот эти две опции прокрутить наверх и вот это залипание шапки в бесплатном родном шаблоне jumla меня приятно удивило я рад что здесь это есть потому что они могли тоже отнестись к тому что эта опция будет лишняя зафиксирована это лишняя может быть возможно нагрузка и вот эта кнопка тоже здесь и не нужно чтобы шаблон был простой легкий это здесь не нужно но здесь это есть и меня это радует надеюсь вас тоже это обрадует если вы захотите как бы пользоваться данным шаблоном к сиопе здесь у нас еще остается с вами еще одна вкладка где у нас выводится меню но здесь демо сайт много менюшек уважа если вы только-только начали делать у вас будет вот так выглядит только главная страница то есть вы должны понимать что вы можете например шаблон назначить конкретным страницам например только для страницы главное возможно загрузить другой шаблон или сделать дубликат данного шаблона и поменять там дизайн и назначить его для других страниц то есть каждая страница может иметь свой дизайн или свой шаблон у jumla всегда это было ну и здесь у нас тоже есть такая возможность у шаблона к сиопе небольшая своя но есть типографика из всего предложенного здесь самое интересное это кнопки разноцветные которые вы можете просто кодом где-то в статью на странице в модуле вот как они сейчас выглядят видите белое синие зеленое оранжевое так далее взять любую кнопку и внедрить ее назначите ссылку и они вот реально будут такие текст на кнопки поменять вот это как бы все есть в данном шаблоне это тоже стоит отметить да кстати когда вы загрузите в шаблон свой логотип и у вас например вы сайт выключите как я ранее говорил когда мы с вами с настройки проходили что логотип будет показываться ваш и здесь на странице заглушки да пока сайт закрыт на техническое обслуживание у вас да Субтитры сделал DimaTorzok